Мы обсудили на самом деле все эти преимущества. Я могу сказать сразу, что доэпитализация вне полости рта, то, что происходит с обычным свободным дистанционно-транспланатным методом открытого окна, это удобно. И вы делаете ее намного более качественно, чем вы, пытаясь что-то на небе дэпитализировать во рту у пациентов, выгнув шею, как жираф туда, свернувшись крючком в неудобное положение, когда вот вы здесь ее положили на шпатель, на любой, который вам нравится, металлический, деревянный, и свободным движением скальпели дэпитализация. Оговорюсь по поводу лезвий. Вы делаете забор одним лезвием, меняете дэпитализацию, делаете новым. Не надо пытаться дэпитализировать трансплантат вот этим тупым лезвием, которым вы только что его забирали, потому что оно уже несостоятельно. За операцию в среднем уходит где-то 4 лезвия, стандартные, иногда бывает больше, редко меньше. 4 лезвия у вас должно быть, всегда рассчитано на операцию. Две нитки и 4 лезвием. А сколько вы металлический спальнике? Как лечить? То только открытого окна, в основном всегда с открытым доступом просто. Это мы уже все с вами тоже обсудили. Где делается забор, мы с вами проговорили. Бугор верхней челюсти. Прекрасная история. Если он есть. Опять же, если там стоит восьмой зуб, его нету, или нету его бывает по каким-то анатомическим сложным ситуациям. Но так, конечно, если он есть, и там менее травматично его можно забрать, то это тоже прекрасная соединительная ткань, которая там будет у вас. У него хорошее, очень высокое качество этой соединительной ткани, потому что там присутствуют именно в области бугра все 4 типа коллагеновых волокон. Это очень важно для его выживаемости. Извините. Вот, это вот про этот метод, это ответ на ваш вопрос. Чуть-чуть вперед зашли. Это прямой метод измерения толщины, разрез и забор трансплантата. Я попросила недавно ассистента посчитать, сколько у нас это время занимает. 4 минуты вместе с сушиванием раны. Вот ровно 4 минуты занимает забор трансплантата. Что? Технику покажешь? Да, конечно, мы сейчас, я вам ссылаю на слайдах, а потом у нас мастер-класс же сегодня будет. Я все покажу, не переживайте. Мы на мастер-класс. Что? Этим мастер-классом. Сразу. Ну, я поняла. Скальпель C15. Это то, что вам нужно. Это инструменты, которые у вас должны быть в арсенале. И отравматичный микрохирургический пинцет. Потому что, когда вы делаете забор, непосредственно вы его отслаиваете от принимающего ложа, вы держите травматичным пинцетом его. Ушивание. Я ушиваю кетгутом. Просто каким-то таким непрерывным крестообразным швом. Там 2-3 шва. Зависит тоже от протяженности вот этой донорской зоны. Если она длинная, то непрерывным швом укладываю коллагеновую губку или гемостатическую. И ее фиксирую. Все. Там ничего больше. Ничего не придумать там больше. Ушиваю специально кетгутом. Потому что, по сути, там нужна фиксация губки на первые сутки. А потом швы у всех по-разному рассасываются. Есть пациенты, у которых кетгут не рассасывается. Мне тогда приходится их через неделю снимать, чтобы они там не мешали. А так в основном ушивание происходит традиционными методами. Фиксация всех видов трансплантатов проводится либо простыми узловыми швами. Если мы используем какие-то карманные методики или тоннельные методики, это швы на вожжах. И я всегда использую прижимающий крестообразный вертикальный шов матрасный. Всегда. Вообще, всегда, когда я использую свободный десневой трансплантат, я всегда использую крестообразный шов прижимающий. Как питается свободный десневой трансплантат? Подходим к самому интересному, к выживаемости его. Как он питается? Это зависит от методики, в которой вы его поставили. Его самая благоприятная история, в которой он будет питаться максимально хорошо. Когда у него внизу есть принимающая ложа, а сверху есть иль. Естественно, косичный лоскут. И он с двух сторон имеет сосуды и начинает пронизываться этими коллатералями, прорастать, врастать. Он бывает ведет себя по-разному. Он может биодеградировать с образованием новой ткани. Или может туда встраиваться, как мозаика. Это зависит просто от типа, по которому пошла сосудистая реакция. Ничего больше. Но в любом случае, это самое оптимальное для него условие, когда он с двух сторон не подвергается никаким агрессивным воздействиям внешним со стороны полости рта. Он закрыт, зафиксирован, прижат. У него нету мертвых зон. С ним все в порядке. Какой процент выживаемости такого трансплантата? Как вы думаете, сколько он должен быть, если вы все сделали правильно? Ты же врачом до 80. 90. Да 100. Он не имеет права на умереть. Ну блин, у него получается. А знаете почему? Потому что у него нету где-то питания. А питания у него нет. Потому что есть две ошибки традиционные, которые допускаются. Это его размер. И недостаточная фиксация. Нету прижимающего шва. Он у вас вот там болтается. У вас болтается слизно-косничный лоскут. И под ним болтается трансплантат. И потом он из-под него на седьмые сутки начинает вылезать белого цвета. Я же уже сказала, что чудес не бывает. Бывает недоработка. Вот эту недоработку мы сегодня будем с вами устранять. По поводу прижимающих швов мы разобрали. Все понятно. Вы просто для себя всегда имейте в виду. Взяли трансплантат, мы его прижимаем. Его не столько пришить надо, сколько его прижать. Ну вот, профессор Вессерман, он говорил, что не убивайте швами трансплантат. Не фиксируйте его в восьми позициях. Это не нужно делать. Его надо. Вот вы его зафиксировали двумя шовчиками. Этого достаточно. Дальше ваша задача его максимально прижать к принимающему ложу. А теперь давайте разберемся, к чему мы прижимаем трансплантат. Что у нас на принимающем ложе? Вот это так вот кость. Здесь десна, 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 сосочек. Все мы доэпитализировали. У нас вот эта кровоточащая прекрасная поверхность. Это корень. Самая простая история. Вот корональное перемещение, которое мы разобрали. А теперь скажите, пожалуйста, у какого размера должен быть трансплантат? Ну куда мне сделать? Еще на два зуба соседние? Хорошо. Окей. Где он будет питаться? Здесь и здесь. А что здесь будет? Это называется мертвая зона. Вот она. А теперь посмотрите. Это традиционная ошибка. Что происходит? Вы берете вот такой вот трансплантат. Здесь его пришиваете. Закрываете слизно-косичным лоском. Там через 7 дней приходит пациент. У него оттуда вылезает вот эта белая тряпочка умершая. Чудеса. Правда? А с чего он у вас должен был на корне выжить? С какого? У него есть нечего ему? Вот здесь он должен быть. Вы очень правильно подметили. Он должен быть на одну вторую больше, чем мертвая зона. Для того, чтобы создать питание и накормить вот эту часть, которая у него находится на мертвой зоне. Мы разбирали только первый класс. А когда вы оперируете второй, у вас над ним не будет надкосницы на слизно-косничном лоскуте. Там не будет прикрепленной десны. Там будет обычная слизистая. Которая сама тоже еще того качества. При тонком биотипе, значит, максимально вы делаете форты, вот эти усиления, свободным десневым трансплантатом, да эпитализируем. Но создавая вот эти вот зоны питания. И они должны быть в два раза больше, чем вот эта мертвая зона. И у вас перестанут умирать трансплантаты. Зафиксировали. Можно одним швом, не обязательно даже двумя здесь. Положили лоску слизистой надкосничной. Пришили, как мы все это уже ушили сегодня. И вот так его прижали. Он никуда не денется, у него нет вариантов. Он только вырастет. Вот при такой методике 100% он не может умереть. Если вы все сделали правильно, если вы его не истончили, если вы его нигде не убили и выбрали правильный размер, он его не обязательно... Вот Зукеля, кстати, говорит, что он вообще стал их брать 4 мм высотой. Ну вот эта ширина 4 мм. Он вообще перестал брать вот эти широкие трансплантаты. И у него все это выживает, потому что самое главное, его правильная длина для того, чтобы создать питание. Продолжение следует... Продолжение следует...